Доброе утро, дорогие друзья! С вами встречает этот новый день Павел Михно и сегодня я, как всегда, спешу порадовать вас самыми интересными новостями. Это программа Фрэш Новости. Мы начинаем! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О финансовых новостях. Наиболее выгодный курс покупки доллара сегодня составляет 1 рубль 98 копеек, евро 2 рубля 45 копеек и 3 рубля 51 копейка за 100 российских рублей. Такие курсы валют предлагают РРБ-банк, Абсолютбанк и БНБ-банк. А вот наиболее экономичная продажа валюты осуществляется в Белгазпромбанке, Беларусьбанке и Банке решения. Курс продажи доллара составляет 1 рубль 98 копеек, евро 2 рубля 46 копеек и 3 рубля 52 копейки за 100 российских рублей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Творыть значит жить. Такое название получил юбилейный вечер к 70-летию писателя Василия Ткачева. Он состоится сегодня в Центральной городской библиотеке имени Герцена. На счету Василия Юрьевича 28 книг и порядка 70 пьес. За годы творческой деятельности по его произведениям было поставлено более 50 спектаклей. Сегодня вечером гости мероприятия увидят театральные постановки по пьесам Василия Ткачева в исполнении Народного студенческого театра «Зеркало». Также в литературном вечере примут участие члены Союза писателей Беларуси Михаил Болсон и Александр Бордовский. Начало встречи в 17.00. Вход для всех желающих свободный. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Центральная городская библиотека имени Герцена предлагает гомельчанам немало мероприятий самого разного формата. Это и выставки, и беседы, и встречи с интересными людьми. Одно из таких мероприятий состоится в первый день февраля, когда горожане смогут прийти на встречу с отцом Саввой. Желающих принять участие в беседе о творчестве американского романиста и драматурга Трумана Капоте, 1 февраля приглашают в актовый зал библиотеки к 17.30. Встреча состоится в рамках литературного проекта «Круг чтения. Вход свободный». Гомельский дворцово-парковый ансамбль приглашает влюбленных, кто носит имя Валентин или Валентина. Посетить экспозиции и выставки 14 февраля совершенно бесплатно. Для этого достаточно предъявить паспорт. Как отметили в музее, это хорошая возможность окунуться в атмосферу романтики 19 века. Мир живописи и скульптуры. Узнать интересные факты из истории Гомеля. А главное – разделить приятные моменты со своей второй половинкой. А еще и сделать памятное фото со скульптурой бога любви Амура, либо Венерой. Кроме того, с 14 февраля начинает действовать акция «Бонус в день рождения». Именинники смогут посетить все выставки со скидкой 50%. Для этого достаточно предъявить паспорт или свидетельство о рождении. В музее истории города Гомеля продолжает работу выставка вышивки Валентины Игнатенко. Экспозиция включает в себя более 30 авторских работ, выполненных в технике вышивки крестом. Среди ее работ – портреты, классические сюжеты и репродукции картин известных художников. На городских пейзажах мастера изображены города, в которых ей самой довелось быть. Валентина Игнатенко родилась в деревне Спережье Брагинского района Гомельской области, выселенной в 1986 году после аварии на ЧАЭС. Свою выставку она посвящает матери и бывшим односельчанам. Голландские ученые исследовали образцы волос 172 испытуемых, чтобы узнать, насколько работящие люди подвержены влиянию гормона стресса – кортизола. Выяснилось, что опаснее всего положение хронических трудоголиков, которые полностью вкладываются в работу, однако не получают за это никакой благодарности от начальства. В волосах этой группы содержание кортизола выше всего. Кратковременное увеличение уровня этого гормона происходит у каждого человека в стрессовых ситуациях и даже может быть полезным. Кортизол резко поднимает уровень сахара в крови, замедляет процесс пищеварения и запускает некоторые другие изменения. Однако при постоянном нервном напряжении гормон плохо влияет на систему организма, в особенности иммунную и эндокринную. Люди с повышенным уровнем кортизола чаще страдают сахарным диабетом, артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца и инфарктом миокарда. Повседневные стрессы на работе предсказуемо влияют на содержание кортизола в организме. Чтобы не снижать темпов на работе и одновременно уменьшить уровень гормона стресса, можно попробовать трудиться в менее напряженном ритме и научиться спокойнее относиться к постоянным волнениям. Также нервное напряжение может снизить правильный рацион питания, и, безусловно, нужно высыпаться. Слон-нелегал пересек границу между Китаем и Лаосом. Животное перешагнуло барьер в то время, как пограничники безуспешно пытались что-то придумать. Через несколько минут на поиски были отправлены две команды солдат, которые искали слона и предупреждали близлежащих жителей о потенциальной опасности. Через два часа слон сумел найти путь домой, миновав пограничные ограждения. Подобное поведение животного специалисты связывают с нехваткой пищи, поэтому слонам приходится долго искать места для пропитания. Ох уж эта пищевая цепочка! В штате Флорида гольфисты запечатлели редкий для дикой природы эпизод противостояния питона и аллигатора. Присмыкающиеся и рептилии не смогли четко выяснить, кто из них двоих останется сыт, а кому предстоит быть съеденным. Первым напал питон, а аллигатор оказался схвачен его крепким туловищем. В результате рептилия оказалась почти полностью обездвижена, однако для змеи такое нападение тоже не прошло безболезненно. В пасти крокодила оказалась ее голова. В итоге от такой встречи у обоих наверняка остались плохие впечатления. Важная новость для всех, кто целый год собирал коллекции бонстиков от Евроопт. Акция завершилась, а полюбившиеся пришельцы покинули нашу планету. И, как говорят в торговой сети, навсегда. Давайте посмотрим, какое трогательное обращение записали бонстики белорусским детям на прощание. Приветствую вас, земляне! С вами на связи Норд, правитель планеты Бонетрон и король всех бонстиков. Еще год назад наши цивилизации ничего не знали друг о друге. А сейчас игрушки-липучки из Евроопта есть, наверное, в каждом белорусском доме. И, конечно, особенно мы подружились с детишками. Одна за другой с Бонетрона на Землю отправились четыре экспедиции. Вы не забыли, как многие первых инопланетян ступили на белорусскую Землю? О-хо-хо, они прилетели на самолете. И как все туристы первым делом отправились осматривать достопримечательности. До этого удивленные белорусы еще никогда не видели пришельцев на улицах своих городов. А помните, как красиво первые бонстики улетали в небо на воздушных шарах? Но мальчишки и девчонки совсем не хотели расставаться со своими любимыми героями. Так что они не могли не вернуться уже вместе с друзьями. Во второй раз бонстики появились очень эффектно. Прямо во время шоу. Летом проехались по городам с гастрольным туром и устроили творческий конкурс для юных художников и певцов. Третий бонстики решили отметить на Земле свой день рождения сразу со всеми друзьями. Космический праздник одновременно прошел во всех областных городах Белоруссии. Провели кастинг и открыли настоящую телестудию для детей. Программы, клипы и ролики бонстиков набрали более 10 миллионов просмотров только в Ютьюбе. Зимой бонстики-4 исполнили более 100 заветных желаний белорусских детей со всех уголков страны. И устроили грандиозное полное спецэффектов шоу на Минск-арене. На трибунах собрались 9 тысяч зрителей. Мне и моим подданным пора возвращаться обратно на Боннетрон. Помните, друзья, в жизни всегда есть место доброй сказки и волшебству. Верьте в чудеса, и тогда они обязательно случатся. Прощайте! Субтитры сделал DimaTorzok Добро утро приносит добрый день!